МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа День города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Под контролем. Загрязнением рязанских рек заинтересовались в природоохранной прокуратуре. Королевский блеск. В Рязань приехало легендарное шоу Росгосцирка «Бурлеск». Сегодня артисты презентовали программу. Рязанская природоохранная прокуратура отчиталась сразу о загрязнении двух рек. Речь идет о Клещевой и Воже, что в Рыбновском районе. Напомню, это дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ход расследования в нашем следующем материале. Клещевая возле деревни Фурсово. Дальше идет у нас деревня Житова. Берем тут забор воды. Она и так видно, что очень-очень грязная, вонючая. Руки воняют навозом. Ужасно как. Пожалуйста. Нет, бутылка абсолютно прозрачная. Это вода из реки Чернее Черного. Пробы воды взяли рыбаки из Рыбновского района. Сам процесс они запечатлели на видео. Это, например, река Клещевая. А до этого рыбаки взяли пробу воды из реки Вожа. Находим, что мы сейчас река Вожа, мост трассы М-5, мост через реку Вожа. Недалеко от села Высокое. Делаем забор воды. Вода темно-коричневого цвета. Так видно. Сейчас нальем в бутылочку. Посмотрим. Дай руку. Вонь стоит, конечно, ужасная. Не вонь навозом. Цвет воды. Какой-то аж серо-коричневый. Видео это было снято в середине февраля 24-го. Сразу после публикации в соцсетях стало известно, что ход проверки взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Минприрода начало проверку. В ходе прокурорской проверки установлено, что сельскохозяйственным предприятием, которым перекачивались побочные продукты животноводства по специальным установкам, допущена авария на них. В результате этого данные продукты, которые образовались при содержании животных, поступали в течение определенного периода времени на рельеф местности и дали в речку Клещевая. В результате были загрязнены и почвы, и водный объект. Кадры этого еще в феврале запечатлели те самые рыбаки. Вот вместо того, чтобы в поле ее качать, там у них чеки очистные. Она фигарит в речку. Вон они, шланги их не валяются. По словам природоохранного прокурора, ущерб, который причинен почве, больше 11 миллионов рублей. Водному объекту больше 96 тысяч рублей. По постановлению природоохранного прокурора, Приокским межрегиональным управлением Росприроднадзора предприятие привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей. С целью устранения нарушений прокурор, руководителю предприятия, внес представление, по результатам рассмотрения которого были приняты определенные меры по устранению нарушений. Однако ущерб, причиненный объектом окружающей природной среды, не был возмещен. Материалы проверки, направленные в следственный орган. Будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности сразу по двум статьям Уголовного кодекса – загрязнение вод и порча земли. В целях возмещения вреда за загрязнение почв прокурор обратился в суд. Стало известно, на каких дорогах в Рязани поменяют покрытие в 2024 году. На восьми рязанских улицах отремонтируют дороги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Павел Молков. Отмечается, что на дороге областного центра выделили 394 миллиона рублей. По данным, восстановление дорожного покрытия сделают на улицах Новая, Есенина, Тимуровцев, Интернациональное, Московское шоссе, Касимовское, Михайловское и Куйбышевское шоссе. Кроме того, капитальный ремонт проведут на участке от улицы Роща до спорткомплекса в поселке Мехзавода и улицы Крупской. От дома 16, корпус 1 до Юбилейный. Как сообщил губернатор, у перинатального центра на улице Княжье-Поле и напротив дома 27, корпус 3 на Зубковой, обустроят заездные карманы и остановки общественного транспорта. В эти средства заложена также модернизация светофоров на 49 регулируемых перекрестках и оборудование 10 нерегулируемых пешеходных переходов. Авиалесоохрана приступила к тушению лесных пожаров. Напомним, в Рязанской области противопожарный режим введен с 14 мая. Высокая пожарная опасность в регионе сохраняется. Установлен четвертый класс пожарной опасности, что способствует ухудшению пожароопасной обстановки в лесах. Каждый день на борьбу с огнем привлекается почти 3000 человек, до 600 тракторов, бульдозеров, автоцистерн и другой наземной техники. На авиационный мониторинг и тушение больше сотни самолетов и вертолетов. Но это статистика по России, которой поделилась Авиалесоохрана. За прошлую неделю около 400 лесных пожаров ликвидировано в 50 регионах России. Рязань входит в это число. Однако далеко не в лидерах списка. Возглавляет его Иркутская область и Забайкальский край. Основные причины лесных пожаров, говорят в ведомстве, это переходы в лес огня, земель иной категории, нарушения населением, правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях. А причиной некоторых и вовсе стали грозы. А это вероятный прогноз рисков повышенного возникновения пожаров на июль этого года. Это прогноз Росгидромета на основании данных за май, плюс многолетних данных о горимости лесов. Рязань же в зеленой зоне. Тем не менее, в Авиалесоохране рассказали, что этот прогноз рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами. Так как во многом лесопожарная обстановка зависит не только от условий погоды, но и от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам полях, дорогах, дачных сообществах и в населенных пунктах. А также от оперативности обнаружения и тушения возникающих ландшафтных и лесных пожаров. Исчезновение четырехлетней давности раскрыли сотрудники Следственного комитета. Пропала женщина, жительница Пронска. Обнаружить ее удалось не сразу. В итоге я ее там обзывал, а она в ответ меня, и она не выдержала, ударила меня с левой руки хорошую пощечину. Слово за слово, следом удар. Мужчина рассказывает о предпосылках к конфликту, а после как схватился за нож. Отчего я пошатнулся к столу, на столе был нож. Нож со стола увидел. И резко ударил мне в область шеи. Ударил в область шеи он свою невестку, иначе говоря, жену своего брата. Об этом мужчина сам рассказывает на следственном эксперименте. Виной всему ссора на фоне распития беленькой. И хоть произошло все четыре года назад, мужчина рассказывает все как на духу. О том, как выносил тело и как закапывал. Потом я ее закапал. Закапали. Как ее нужно закапали? Таково, лопатый слой земли нанес сантиметров примерно 15-20. Потом я набрал мусора, перемешку закапал, потом просто мусором еще сверху закидал, чтобы это было похоже на обычную... По-моему, спал. Все случилось еще в январе 20-го. Однако многое всплыло только сейчас. Близкие предполагаемого убийцы знали о преступлении, но боялись обращаться в полицию. Опасались мести этого мужчины. Уже в ходе расследования установили все обстоятельства. В ходе следственных действий обвиняемый указал место сокрытия тела потерпевшей. Тело женщины изъято и направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В результате совместной работы следователей, следственного управления и сотрудников органов внутренних дел были установлены лица, обладающие достоверной информацией об убийстве женщины, а также о причастности брата супруги, потерпевшей, к совершению указанного преступления. Сам же обвиняемый заключен по стражу. Ему предъявили обвинение в убийстве. Статья 105, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы. 1 июня на манеже Рязанского цирка заслуженный артист России Гея Эрадзе представит грандиозное шоу «Бурлеск», настоящую жемчужину Королевского цирка и компании «Росгосцирк», созданную на основе номеров, покоривших Княжеский дом Монако. В среду, 29 мая, в Рязани состоялся грандиозный пресс-показ для СМИ, где артисты представили лишь десятую часть представления. Наша съемочная группа побывала на презентации. Поделимся с вами эмоциями. Впервые «Бурлеск» презентовали на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в 2019 году. С тех пор проект собирал аншлаги в столичном цирке. Целый год такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – золотого клоуна Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже четыре года проект с большим успехом гастролирует по стране, собирая аншлаги и восторженные отзывы зрителей. Гастроли в Рязанском цирке пройдут впервые и станут настоящим подарком для жителей и гостей города. Рязанская публика хорошо знакома с творчеством заслуженного артиста России Гии Эрадзе, знает, ждет и любит программы королевского цирка. В этом году зритель впервые увидит грандиозное новое шоу. Шоу «Бурлеск» – это всемирно признанное, это оскароносное, это великолепное масштабное цирковое шоу. Это синтез цирка с его величества трюком. Очень много трюковой части, очень много сложных номеров, которые без страховки актеры демонстрируют, артисты демонстрируют. Также это театр, потому что это единая сюжетная линия. Это мюзикл, потому что будут песни, это масштабные декорации, это огромное количество костюмов, это огромный состав профессиональных артистов балета. Артистов балета около 50 человек, вы можете себе представить. А артистов у нас больше 100 человек. С 17 автофур приехало в Рязань. На манеж выходят яркие звезды российского циркового искусства, лучшие артисты королевского цирка Гии и Радзе и компании «Росгосцирк». Экзотический аттракцион «Африка», зажигательная русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях. Ловкие жонглеры на стрелах, сказочный пегас и царевна-лебедь. Эквилибристы на рояле в окружении утонченных балерин, страстная танго гимнастов на турниках, бронзовые скульптуры и много интересного будет поражать рязанскую публику. Именно в этом шоу представлен грандиозный номер «Групповая трансформация Фаберже», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии и Радзе со всего света. За основу взята тема известных ювелирных украшений Карла Фаберже – яйца Фаберже, ставших символом роскоши и эмблемой богатства императорского дома. Жемчужиной Росгосцирка, нашей государственной цирковой компанией, является номер «Яйца Фаберже». Это изюминка нашего шоу, изюминка королевского цирка. Это групповая трансформация или «квик-ченч». 12 человек единовременно меняют наряды. Эти наряды и костюмы, они все отпринтованы в стилистике Карла Фаберже. На манеже вы увидите шесть трехметровых точных копий императорских яиц Фаберже. Это иллюзия, это красиво, это дорого, это стильно. Этот номер ездил на фестиваль, на 43-й фестиваль в Монте-Карло и завоевал там золотого клоуна. Ярких и талантливых артистов сопровождают на арене очаровательные животные – пятнистые пони, лошади и долматины-наездники. Розовые пеликаны, попугаи ара, ламы, лемуры, дикобразы, гиббоны, зебры, медведи и другие представители животного мира. Очень большое количество животных у меня – 14 голов лошадей и пони и 13 собак. Вот они все работают в разных номерах, по шоу распределены. Все животные дрессируются в удовольствие, потому что у нас очень они веселые, вы увидите это именно в шоу, как бы негуманно у нас сейчас вообще не принято. Сейчас немножко другие вообще подходы, другие системы и увидите по состоянию наших животных, как они у нас кормятся, как они у нас выглядят – блестящие, холеные, упитанные и довольные, виляющие хвостами. Как и всегда в постановках Геи и Радзе действие будет масштабным, ярким и грандиозным. Разнообразные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторская музыка, декорации и реквизит, эксклюзивные костюмы и, конечно, само первоклассное профессиональное цирковое искусство создают невероятную сказочную атмосферу. Бурлеск – это целостный спектакль со своей сюжетной линией, созданный с поистине грандиозным размахом в атмосфере варьете. Все блестит, сверкает и переливается. Королевский балет шоу восхищает хореографическими постановками и роскошными костюмами, поэтому поторопитесь увидеть премьера уже в ближайшую субботу. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова